Приветствую вас. Хотелось бы сначала задать вам вопрос, как касается лично вас тот факт, что, значит, мама вашего мужа изменила к нему отношение? Вот конкретно, конкретно, как это касается вас. То есть вы насколько зависимы от мамы мужа, что вас это прям вот волнует, волнует. Так. Вот. То есть ситуация, на мой взгляд, ну, как минимум несколько деликатная и, я бы сказал, наверное, даже пикантная. Это первое. Второе. Мама моего мужа, пишите вы, резко поменяла к нему отношение, если сказать точнее, он стал для него словно чужой. Ну, вероятно, либо муж сделал что-то такое неприятное для мамы своей. Либо, значит, мама, ну, вступила в какой-то такой комплекс, как это обычно называется, да, комплекс. Вот. Значит, вступила в комплекс, который значит тот факт, что её сын для неё будет, собственно говоря, Ну, с чужим, да, вот, вот я думаю, ситуация, она именно такая. Что есть тут, конечно, вариантов очень много, но ещё раз повторю, очень важно, почему это волнует вас. Вот. Конкретно раз. До нее сейчас, кроме младшего сына, никого нет, раньше такого не было, что случилось, не знаю, но я жить в таких условиях больше, ну, жить в таких условиях больше нет сил. А кому, понимаете, вот, кому нет сил больше жить в таких условиях? Понимаете? То есть, как-то вот не совсем понятно, если все... то есть, эээ, ещё раз, вы сами, эээ, какой негатив, эээ, имеете? от того, от того, что вот, значит, значит, ну, от того, что произошло с вашим мужем, то есть, как конкретно вы относитесь к этому? То есть, конечно, конечно, понятно, что на вас это как-то влияет, это понятно. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, да, именно, опять же, только на мой взгляд, вы как-то уж, ну, может быть, слишком вовлечены в это, что ли. То есть, исходить, исходить нужно из того, что именно вы негативного получаете в результате вот таких происшествий. Понимаете? Вот. Из этого нужно исходить. И, соответственно, если вы найдёте вот точку, где вы оказались замечены, где вам, ээ, стало хуже, ээ, тут вот мужу и можно будет сказать что-то типа того, эээ, дорогой, я, почему, так, почему, ээ, я страдаю от того, что у тебя, там, вот, ээ, с мамой, да, что-то, вот, не складывается, например. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Вот. А мне кажется, мне кажется, что, ну, вот так, так оно будет правильное. Знаете? Вот. А пока то, что я вижу, это позиция, позиция жертвы у вас. Вот. А, ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению, да, к сожалению, позиция жертвы. Вот. Ээ, исходя из того, что вы написали. Дальше идём, значит, в таких условиях, да, вот, тоже очень интересный момент. Какие условия? Смотрите. А, вот, конкретно, да? Конкретно. Конкретно. Какие условия? Что? Что в этих условиях вас конкретно напрягает? Что, что в этих условиях вас, вам точнее, вам конкретно не нравится? Вот. Ну, вот, эээ, соответственно, на это и нужно поискать ответы. Вот. Вот. И я думаю, что, если ответы будут найдены, вот, то, в общем и целом, ситуация будет, ну, по крайней мере, нормализовываться. Вот. Ну, и, и вам, в принципе, я думаю, тоже будет полезно, да, на что-то, больше самостоятельности нести за свою жизнь. Вот. Потому что на данный момент вы, как я понял, целиком должен зависеть не только от мужа, но и от его мамы. Вот. Вот. То есть тут, конечно, нужно всё выяснить, как следует. Вот. Потому что, ну, согласитесь, есть муж, есть жена, есть его мама, да, вот, ну, эээ, значит, мама, мужа, да, вот. И это нормально, что они могут что-то там не поделить. Вот. Но по какой причине вас это касается, у меня, конечно, загадка. Ну, то есть вы в своём тексте, да, этого, этого не раскрываете. Вот. Так что, я думаю, эээ, я думаю, что именно вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. И, соответственно, просить вас, чтобы вы уже в ответ сами сформировали запрос к психологу. То есть, эээ, вот, конкретно. Эээ, что вы хотите от нашей, от психолога? Какой помощи вы хотите? Маму образумить, мужа образумить, вас образумить, Анна. Вот. Вот это то, с чем вам нужно определиться сейчас, на данный момент. А то, получается, что речь про мужа, речь про маму, а вы? Где у вас в этой ситуации вы? Вот. Понимаете? Если они срываются на вас, да, то вам нужно отстраниться, так сказать, от них, от них обоих сказать, что вы самые близкие люди, вы были знакомы, когда ещё не было меня, и вам решать, твои проблемы решайте, пожалуйста, сами. Вот. Вот. Да. Скорее всего, это не понравится, ну, ни мужу, ни маме. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. То есть, понятно, что лучше стоять на стороне мужа, вам, как супруги. Вот. Да. Понятно, что лучше стоять на стороне мужа. Вот. Но, стоять на стороне мужа можно только с ним, а если они срываются, как каждый на вас, то нужно понимать, да, что, значит, их сохранял не стоять, а конфликтов всё равно между ними, и они его решить должны сами. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Продолжение следует...